Доброго времени суток, друзья! С вами Вектор, и это очередной механизм в Майнкрафте. И данный механизм это кодовый замок. Я уже снимал одну версию кодового замка на моем канале. Вы можете ее посмотреть, кликнув на экран, либо перейти по ссылке в описании, если вы смотрите с телефона. И давайте перейдем к демонстрации данного механизма. И вот так вот выглядит этот механизм. Он реализован на кнопках, что намного удобнее, чем на рычагах. Почему, я покажу вам чуть-чуть позже. И давайте посмотрим, как он работает. У меня существует определенная комбинация. Это первая, третья и две последних кнопки. И только после этого наша дверь открывается. И без разницы, в каких скоростях мы нажмем. Хоть быстро, хоть медленно на эти кнопки. Механизм не поломается и будет спокойно работать. И также за дверью находится кнопка сброса, которая закрывает нашу дверь. Также я хочу вам продемонстрировать то, что ни красным факелом, ни рычагом мы не сможем открыть нашу дверь. А только вводя определенную комбинацию, которую вы зададите сами. И также эта дверь закроется, если мы нажмем на любую неправильную кнопку. Вот так вот и выглядит этот механизм. И давайте перейдем к постройке этого механизма. И минусом кодового замка на рычагах является то, что вам придется бегать несколько раз. А именно, вы, например, ввели правильную комбинацию. Далее вы вышли в свой дом. И вам надо поставить вот сюда вот рычаг. И активировать его, чтобы за вами дверь не закрылась. И далее вам надо сбросить все рычаги, чтобы другие игроки не видели эту комбинацию. И после этого надо убрать эти рычаги. Как вы видите, это намного дольше, чем с кнопочным кодовым замком. А перед началом постройки этого механизма, вы должны будете построить вот такой вот каркас. И вы должны будете разместить столько кнопок, сколько вам угодно и сколько вы сможете их запомнить. И давайте здесь я поменяю уже комбинацию. Например, это будет первая, вторая, четвертая и последняя. И чтобы нам указать эту комбинацию, мы ставим вот здесь вот выбрасыватели на тех кнопках, которые мы задали. Это первая, вторая, четвертая и последняя. Далее мы вот эти выбрасыватели направляем в воронки. После чего мы размещаем вот здесь вот красный факел. Далее мы на него ставим блок. Далее вот сюда вот мы ставим кусочек редстоуна, вот сюда кусочек редстоуна, вот сюда. И на остальные воронки тоже мы ставим кусочки редстоуна. Далее мы вот здесь вот должны вот таким вот образом разместить блоки. И на вот эти блоки разместить тоже кусочки редстоуна. Далее мы размещаем вот здесь вот еще блоки, на которые мы поставим повторители. Далее мы должны вот здесь вот разместить ряд блоков И на них мы размещаем компараторы А точнее там, где у нас стоят воронки И как это все работает Как вы наверное знаете, то что редстоун может блокировать воронку Если мы вот сюда вот кинем, например, редстоун, то он у нас не попадет в наш выбрасыватель А если мы уберем отсюда красный факел, то он переместится, а именно редстоун в выбрасыватель Вот так вот и работает этот механизм Далее мы ставим еще вот здесь вот ряд блоков И размещаем редстоун факела там, где у нас находятся компараторы И далее вот здесь вот прокладываем линию из редстоуна Далее мы должны проложить и вот здесь вот линию из редстоуна Это и будет как бы наш механизм сбрасывать, если мы нажмем на неправильную кнопку И далее мы должны еще вот здесь вот добавить блоки Чтобы эти повторители подавали на этот редстоун сигнал И чтобы мы могли его сбрасывать Вот таким вот образом И эта линия ведется к этому красному факелу Далее мы просто вот так вот ставим два кусочка редстоуна И вот сюда вот, чтобы мы могли потушить этот красный факел Далее мы ставим вот здесь вот кусочек редстоуна И ломаем здесь два блока Далее размещаем вот здесь вот редстоун факел А вот здесь вот кусочек редстоуна Далее мы размещаем вот здесь вот дверь Только мы должны поставить ее не вот таким вот образом, что можно ее открыть легко красным факелом, а чтобы она не открывалась так просто, мы должны ее поставить вот таким вот образом. Далее мы подкапываем под дверь и ставим вот сюда вот красный факел. Далее мы вот здесь вот прокапываем еще ему, чтобы мы могли там разложить редстоун. И мы должны вот этот вот редстоун отвести к нашему красному факелу. Например, я подведу вот таким вот образом. Вот здесь вот я ставлю красный факел и веду это все к нашему вот этому красному факелу. Ставлю повторитель, чтобы сигнал не заканчивался. И вот так вот все подвожу. Далее мы ставим вот здесь вот блоки. Закрываем эту всю нашу конструкцию. Также внизу это все закрываем. И чтобы здесь вывести нашу кнопку сброса, мы ставим вот здесь вот блоки. Либо вы должны поставить в любом месте эти блоки. Ставим кнопку и просто подводим к этому редстоуну сигнал к этой кнопке. И все, наша кнопка сброса готова. И давайте проверим наш механизм. Только перед этим мы должны заправить наши выбрасыватели любым предметом. Нам нужно 4 предмета. И в каждый выбрасыватель мы кладем по одному предмету. И проверяем. У нас комбинация была первая кнопка, вторая, четвертая и последняя. И как вы видите, наша дверь открылась. И при нажатии на вот эту вот кнопку наша дверь закрывается. И эту дверь просто красным факелом, либо кнопкой не открыть. И вот так вот работает наш механизм. Ну и на этом все. Я думаю, вам понравился этот механизм, так как он довольно-таки прикольный. И ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. И не забывайте оставлять комментарии и в них пишите идеи для механизмов. И тогда видео, наверное, выйдет скорее. И всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok